В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. И далее о главных событиях понедельника. 200 миллионов евро помощи от Амстердама Киеву. Премьер-министр Нидерландов вместе с президентом Украины посетил школу в Запорожье и пообещал дальнейшую поддержку. Мы обсудили с господином премьер-министром, как усилить нашу защиту от российского террора и как приблизить справедливый мир. Румыния передаст Украине Патриот. Соответствующий законопроект о безвозмездной передаче системы противоракетной обороны одобрило правительство страны. Эвакуация в Донецкой области. Накануне регион покинули более трех тысяч человек. Смотрите специальный репортаж о жизни прифронтового Мирнограда. Я начальник даже не смею. Чего-то трясусь. Хорошо. Это не то, что у нас вырывали. Я летела всю, с теплой теле, все летело. Страшно. Учебный год в Харькове начался в метро. В подземных классах дети прячутся от российских ракет. Местные власти хотят открыть подземные школы в каждом районе города. Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 200 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дикс Хофф. Он впервые на посту главы правительства приехал в Украину и вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Запорожье. Дикс Хофф заявил, что восхищается жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта. Европейский чиновник также заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Нидерландов. Нидерланды предоставляют новый пакет помощи на сумму 200 миллионов евро. 80% пойдет на поддержку энергетической системы Украины, которую Россия пытается разрушить своими преступными атаками, чтобы украинцы не остались в проигрыше. Пакет включает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, закупку новых газовых турбин и необходимых материалов. Украина должна иметь возможность защищаться от воздушных атак России, поэтому Нидерланды продолжают оказывать военную помощь. Мы обсудили с господином премьер-министром, как усилить нашу защиту от российского террора и как приблизить справедливый мир. Ключевые аспекты для этого – противовоздушная оборона, поставки систем «Патриот», ракет, увеличение нашего парка F-16. У нас есть идеи на этот счет. И другие оборонные пакеты для Украины по поставке снарядов, техники. А также санкции против России. Все, что не позволяет России открывать новые фронты против Украины. Президент Украины и премьер-министр Нидерландов также посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья. Политики, в частности, пообщались с учениками и поздравили их с первым днем нового учебного года. В Запорожье также состоялась презентация образовательного приложения «Мрия». Его смогут использовать дети, родители, педагоги и администрации школ. По словам Владимира Зеленского, сегодня уже 40 учебных заведений присоединились к Мрии и есть первые 100 тысяч пользователей. Смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения. Веб-портал позволит убрать всю бюрократию и планировать и управлять учебным процессом быстрее и без никому ненужных бумаг. И это не только шаг вперед для школ, но и в целом для системы образования. Также вместе с премьером Нидерландов Владимир Зеленский встретился с ветеранами и воинами, защищавшими Украину и с 2014, и с 2022 года. По словам президента, говорили на важные для защиты государства темы и о том, как Нидерланды могут помочь Украине. Россия не прекращает терроризировать Харьков. Число пострадавших вследствие дневного удара увеличилось до 14 человек. По предварительным данным, захватчики скинули авиабомбы на гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе. А утром, напомню, противник атаковал город баллистическими ракетами и беспилотниками. Пострадала пожилая женщина. Повреждено учебное заведение и жилые дома. Россия впервые за время войны против Украины применила по Харькову Гром Е1. Гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы армия РФ выпустила по городу 31 августа. Об этом у себя в телеграмм написал городской голова Игорь Терехов. Всего за последний месяц лета армия РФ 11 раз совершала массированные обстрелы Харькова. Новыми целями противника, как всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали, сообщают в Харьковском горсовете. Тем временем в Харькове начался новый учебный год под землей. Дети вынуждены учиться в метро, укрываясь от российских ракет. В подземке оборудовали классы. Такой вариант обучения поддерживают многие родители. Таким образом дети могут общаться и быть в безопасности. С начала полномасштабного вторжения России в Украину и при постоянных обстрелах Харькова дети обучались онлайн. В настоящее время строятся еще три подземные школы, в которых смогут учиться более двух тысяч детей. Местные власти заявили, что планируют открыть подземные школы в каждом районе города. В Донецкой области продолжается массовая эвакуация. Накануне регион покинули более трех тысяч человек. Преимущественно это жители Покровского района, где ситуация остается крайне тяжелой. В крупных городах Покровского района закрываются банки, аптеки и магазины. Как живет прифронтовой Мирноград узнавала наш корреспондент Алена Грамова. За развитием ситуации на Покровском направлении, которое остается самым тяжелым участком фронта, сейчас следят не только в Украине, но и за рубежом. Российские оккупанты держат под прицелом Кураха, Василидова, Покровский Мирноград. Последний находится всего в семи километрах от гремящего фронта. Вот так сейчас выглядит одна из центральных улиц Мирнограда. По этой дороге лишь изредка проезжают волонтерские автомобили. Людей на улицах нет сейчас, комендантский час. И выходить местные могут на улицу лишь с 11 до 3 часов дня. Лишь после 11 на улицах начинают появляться люди. И чаще их можно увидеть после работающих продуктовых магазинов, которых в городе можно сосчитать по пальцам. Темпы эвакуации в городе снизились, но все же желающие выехать есть. Жилье 83-летней Жанны Николаевны находится в многоквартирном доме. Но соседи женщины выехали. Пенсионерке страшно оставаться одной. Говорит, несмотря на свой возраст, она еще хорошо помнит Вторую мировую войну и оккупацию Киева, где родилась. Боюсь, все боюсь. Уже такой возраст. Я еще германский узник. Пережила уже одну войну, а это другую. А мы съедали все, что росло на земле. Все. Калачики, паслин, маслина, кислички, грушки были в лесу. Все съедалось до основания. Бабник такой был, почистишь как банан. Сладкие такой цветочки. Я и сейчас вижу, они цветут. Ну, не ела. У Жанны Николаевны почти не осталось близких. У женщины плохое зрение и проблемы с ногами. Но она верит, что к весне следующего года вернется домой. Да, весны поживем там, пока тут стаканится малость. Оно же сразу что-то не строится. Российскими снарядами город поврежден на 50%. Есть районы, куда возможно заехать только на бронированных автомобилях. Это один из самых небезопасных районов города. Он фактически полностью разрушен. Нет электричества. Местные еще здесь по-прежнему живут, однако прячутся. Но и достаточно часто слышат звуки ВПЛА в небе. Если раньше путинские войска обстреливали город преимущественно ночью, то теперь это происходит круглосуточно. Надо, наверное, выезжать. Большинство жителей города не отказываются от эвакуации, однако признаются – им страшно за свое будущее в других регионах. Люди боятся остаться ни с чем. Ну, знаете, дочка тоже говорит, мам, ну тут едем, как бомжи будем. Нигде не… Ну, где ты будешь? Я начальник даже не сплю, все время трясусь. Страшно. Это даже у нас выливали. Летело все, стеклое в деле, все летело. Страшно. По данным местных властей, на 2 сентября в Мирнограде остается чуть более трех тысяч человек и менее десятка детей. Россия атаковала также Киев ракетами. По данным воздушных сил ВСУ, противник бил баллистическими и крылатыми ракетами. Вследствие удара ранены трое людей. Зафиксировано падение обломков во всех районах столицы. По данным Министерства внутренних дел, повреждены котельное учебное заведение, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена. Также обнаружены обломки на территории двух детских садиков. 9 баллистических, 13 крылатых ракет и 20 беспилотников сбили силы ПВО в ночь на 2 сентября. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областях. Радиотехническими войсками воздушных сил всего было обнаружено 58 воздушных целей. Это 35 ракет разных типов и 23 ударных БПЛА. Во время ракетной атаки на Киев разрушены Исламский культурный центр и мечеть. Фото с последствиями российского ракетного удара у себя на странице в Facebook разместил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем в мечети, потребуется ремонт. Польскую авиацию из самолета союзников поднимали в воздух для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Это было предпринято после того, как Россия начала наносить удары по Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши. Там отметили, последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории, была зафиксирована неделю назад. Польша и другие соседи-партнеры Украины должны сбивать российские ракеты, которые находятся в украинском небе, до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Варшава должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват воздушных целей может якобы втянуть НАТО в полномасштабную войну. Радослав Сикорский. Министр иностранных дел Польши в интервью газете Financial Times. В НАТО заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанны. Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что такие действия могут также повлиять на Альянс в целом. Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации. Снять ограничения на удары вглубь российской территории. Глава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории. Об этом главный дипломант страны написал в соцсети ИКС. Он отметил, что некоторые из баллистических ракет, выпущенных утром по украинскому населению, были из Северной Кореи. Он также отметил, что растущее военное сотрудничество между Путиным и Ким Чен Ином представляет серьезную угрозу для безопасности как Европы, так и Азии. В связи с этим призвал азиатских партнеров рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине. Режимы в Пхеньяне и Москве не имеют никаких ограничений на нанесение дальних ударов по любой точке Украины. Однако, защищаясь от этих двух варварских военных машин, Украина вынуждена воевать со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд? Партнерам Украины давно пора отказаться от безосновательных опасений и снять ограничения на законное право Украины на самооборону в соответствии с уставом ООН, которое включает в себя право наносить удары по самым законным военным целям на российской территории. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. 105 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Вооруженные силы Украины зачистили от российских солдат район населенных пунктов Малая Локня и погребки в Курской области РФ. Линия находится севернее города Суджа. Об этом сообщает проект Deep State. Тем временем на Восточном фронте в Украине продолжаются тяжелые бои, отмечают в Генштабе. В частности, на Лиманском направлении противник штурмовал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. На Торецком плацдарме россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка, Щербиновки и Романовки. На Покровском направлении противник атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Гродовки и Михайловки. Также россияне совершили авиаудар по Александрополю. На Покровское направление переброшена одна из наиболее боеспособных бригад Национальной гвардии Украины. Речь идет о Карагане, которая имеет, соответственно, позитивный опыт противостояния российским оккупантам. И именно после передислокации данной бригады ситуация на Покровском направлении, именно в районе самого Покровска, стабилизировалась. На данный момент оккупанты попробуют создать, скажем так, угрозу оперативного окружения украинских войск в районе Невельского. Данная ситуация, ну, скажем так, прочитывается с учетом того, что силам обороны Украины пришлось оставить населенный пункт Карлок. Российские войска продвинулись в Донецкой области, в частности, к северу от Часового Яра, к юго-востоку от Покровска. Об этом свидетельствуют данные Американского института изучения войны. В то же время главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что ситуация в Донецкой области сложная. Однако все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедления. По словам Сырского, противник имеет преимущество в количестве вооружения и людей, но несет ощутимые потери. В танках у них, мы же знаем, не так много осталось, но относительно. Они вытягивают танки старые, со складов, которые там просто небо, я так скажу, сберегались 20-30, некоторых 40-50 лет. С точки зрения военной, это некачественная техника, но все равно она ездит, она стреляет. И почему они так активно используются, они прекрасно понимают наши противотанковые средства, которые у нас есть. И в принципе, танки будут достаточно быстро уничтожаться, может даже быстрее, чем пехота. Поэтому они потерять там сотню танков, они не очень хотят, они их как бы берегут. Людей-то, как у них говорят, бабы еще наружают, а танки как-то не очень. Россия перебросила несколько подразделений с Покровского направления на Курское, об этом пишет Институт изучения войны. Там заявили, оперативное давление от украинского продвижения в Курской области влияет на российские операции во всех секторах. Аналитики утверждают, что РФ передислоцировала по крайней мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады. Это говорит о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребности в живой силе, добавляют аналитики. Тем временем Украина усиливает оборонные рубежи в Черниговской области на границе с Белоруссией. Там оборудуют противотанковые заграждения, расширяют минные полосы, обустраивают траншеи и другие фортификационные сооружения. Кроме этого, пограничники круглосуточно мониторят ситуацию с помощью беспилотников и проводят патрулирование на воде. Контроль безопасности усилили из-за стягивания в приграничные районы белорусских войск и техники под видом учений. Накануне стало известно, что Минск перебрасывает туда железнодорожными составами танки и самоходные артиллерийские установки. Наша задача – непосредственный мониторинг государственной границы со стороны Белоруссии 24 на 7, чтобы не было никаких преступных группировок, нарушений, скоплений военной техники и личного состава. Сейчас со стороны Белоруссии спокойно, агрессии нет. Конечно, они нас боятся. Я не думаю, что они настолько подготовлены, что у них есть силы, чтобы с нами конфликтовать. 1300 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 617 тысяч. Также украинские военные уничтожили за сутки 9 российских танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 РСЗО. В интересах национальной безопасности в Финляндии стоит запретить любые операции с недвижимостью для россиян. Об этом заявил министр обороны Анти Хэккенен. По его оценкам, сейчас в Финляндии насчитывается около 3,5 тысяч объектов недвижимости, принадлежащих гражданам РФ. Сейчас парламент разрабатывает законопроект, в котором будет предусмотрено, как предотвратить арендную деятельность россиян и подставных лиц. С тех пор, как Россия вторглась в Украину более двух лет назад, вся Европа призывает к усилению контроля за сделками с недвижимостью. Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе. Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния, такие как саботаж и различные виды корпоративной собственности. Анти Хэккенен, министр обороны Финляндии, в комментарии национальному вещателю Уле. В Европейском Союзе ожидают, что Монголия выполнит ордер на арест Путина, так как является участником Римского статута Международного уголовного суда. Тем временем сам Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом. На кадрах, расположенных российскими СМИ, показано, как его встречали чиновники Монголии в аэропорту. Это первый визит Путина в страну члена МУС после выдачи ордера на его арест за участие в похищении украинских детей. По словам источников агентства Bloomberg, Монголия заверила Путина, что он не будет арестован. А в страну он прибыл для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами. Война против Украины, развязанная Кремлем, бьет по кошелькам россиян. Экономика российских регионов летом начала резко замедляться. Об этом пишут аналитики. К примеру, индекс региональной экономической активности, который рассчитывает высшая школа экономики, обвалился на 10 пунктов. Анализ составлен на основе данных по промышленному производству, строительству и торговле. Падение стало рекордным с начала полномасштабной войны России против Украины. Детальнее в материале. У российской продовольственной инфляции отказали тормоза. Так текущую ситуацию описывают эксперты, цитирует издание The Moscow Times. По данным Росстата, годовой рост цен на хлеб и молоко с зимы 2023-го установил рекорд. Показатели выросли в среднем на 11%. С лета прошлого года и по июль 2024-го на 14% подорожала говядина, на 38% – куриные яйца, на 32% – огурцы, и на 41,5% – бананы. Согласно последним опросам, проведенным инфомом, около четверти россиян могут позволить себе покупать продукты питания, но не одежду или обувь. Ускоряющийся рост цен на еду идет широким фронтом. Свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб. Несмотря на запрет на экспорт бензина, он продолжает дорожать с опережением инфляции, но с небольшой тенденцией к замедлению. Рост цен на стройматериалы носит устойчиво повышенный характер. Из отчета аналитического центра ММАИ. Среди причин роста инфляции – вливание колоссальных сумм в военный сектор, уверены эксперты. Кремль, по сути, сам создал замкнутый круг, по которому ходит уже несколько лет. С одной стороны, деньги, вложенные в ВПК, буквально сгорают на фронте в виде танков или бронемашин. Немалые средства тратятся и на производство ракет, которыми армия РФ терроризирует мирное население Украины. Зарплаты занятых в военном секторе тем временем создают дополнительную нагрузку на экономику и тоже приводят к инфляции. С другой стороны, Кремль не намерен останавливать войну против Украины, а значит, вынужден поднимать выплаты мобилизованным и справляться с последствиями боевых действий уже на своей территории. Если смотреть с точки зрения консолидированного бюджета и его расходов, без зарплат, только первая разовая вот эта выплата на 100 тысяч набранных уже 250 миллиардов рублей. Это совсем не маленькие деньги, да? Совсем не... С зарплатой это получается плюс триллион, там, условно говоря. То есть, вот это говорит о том, насколько с разных сторон можно легко измерить вот этот дефицит персонала. Видимо, на этом фоне, конечно, еще там миллиардик другой для перемещенных беженцев из Курской области, это становится уже для них проблемой. Потому что они уже не знают, куда уже посмотреть. У них со всех сторон везде нужны новые миллиарды, там, здесь новые миллиарды и такое прочее. Российский Центробанк в условиях полномасштабной войны против Украины, дефицита кадров и перехода экономики на ручное управление государства продолжает попытки остановить инфляцию, поднимая ключевую ставку. Пока безуспешно, констатируют эксперты. За неполные 8 месяцев 5,2% с начала года, это уже по факту накопленная инфляция только в этом году, это примерно в полтора раза выше, чем была в прошлом. Я напомню, что как раз вот, чтобы прошлогоднюю инфляцию погасить, которая на этот момент была 3,7, да, а Центробанк как раз ввел вот эти все драконовские ставки и говорил, что это ужасно, мы типа не потерпим, да. Но сейчас она выше в июле даже за вычетом роста тарифов ЖКХ. Инфляция все равно была выше, чем в предыдущие месяцы. То есть инфляционный фонд там никуда от нас не уходит. То, что инфляция вышла из-под контроля, признают даже официальные лица Федерации, но не сам Путин. По итогам последнего совещания кремлевского диктатора и правительства Центробанка Путин поручил главе ЦБ Эльвире Набиулиной стабилизировать ситуацию и остановить рост цен. Не знаю, что в этот момент было с лицом у Эльвиры Набиулиной и какие эмоции она испытывала. Потому что она уже битый год говорит о перегреве экономики и том, что дополнительные денежные стимулы к росту выпуска промышленной продукции не ведут, а только разгоняют цены. Среди прочего, Набиулина язык сломала, твердя про дефицит кадров. А это один из главных факторов того, что выпуск продукции просто некому наращивать. Указывала она и на многие другие проблемы. Но Путин же хочет слышать только то, что приятно его слуху. Максим Блант, публицист, экономический обозреватель, в интервью изданию «Голос Америки». Эксперты отмечают, российский перегрев экономики не похож на классический, введен вызван колоссальными затратами на войну. Останавливать боевые действия Кремль явно не намерен. А значит, кошельки простых россиян продолжат пустить. Правительство Румынии одобрило проект закона безвозмездной передачи Украине системы противоракетной обороны «Патриот». Документ направит парламент для принятия в экстренном порядке. Об этом сообщил пресс-секретарь румынского правительства Михаил Константин. В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем «Патриот» при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. Этот ЗРК является одним из пяти, которые страны НАТО пообещали передать Киеву в последние месяцы. В проекте закона также указано, что Румыния направит США письма-предложения на согласование по замене подаренной украинцам батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов. Вступило в силу соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией. По данным Министерства экономики, Украина стала второй страной после Сингапура, с которой Великобритания подписала такое соглашение. На практике этот договор будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Заявила об этом первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свериденко. Украина присоединится к НАТО как суверенная независимая страна в пределах границ 1991 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью РБК «Украина». По ее словам, остальные варианты не обсуждались. Стефанишина отметила, Украина будет слышать всех союзников, вести переговоры с каждым из 32 государств членов Альянса и пояснила, на этапе, когда будет идти речь о ратификации решения о присоединении Украины к НАТО, процесс будет открытым и публичным. Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года. Суверенная независимая страна, которая присоединится к НАТО. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в интервью РБК «Украина». Золотую медаль на Паралимпиаде 2024 принес Украине пловец Денис Остапченко. Он стал чемпионом на дистанции 50 метров на спине. Сергей Поломарчук на этой же дистанции завоевал бронзу. А пловец Андрей Трусов выиграл серебро в плавании на 400 метров в вольном стиле. Для него это восьмая в карьере медаль. Также Илья Еременко стал серебряным призером игр. А Алексей Вирченко получил бронзовую награду на дистанции 50 метров в свободном стиле. И еще одно пятое золото выиграл украинец Игорь Цветов в беге на 100 метров, остановившись в 0,04 секундах от мирового рекорда. Таким образом, на счету сборной Украины уже 33 награды на Паралимпийских играх в Париже. В копилке 5 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. На данный момент Украина занимает 10 место в общем командном засчете. Чтобы первыми узнавать важные новости, подписывайтесь на телеграм-канал Freedom. Наши редакторы оперативно обновляют страницу и публикуют актуальную информацию. Ну а в этом выпуске я ставлю точку. Эфир Freedom продолжат Анна Каменева и Валерий Клименко. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok